Всех приветствую. Вот и пришло время собрать этот интересный девайс. Для тех, кто не в курсе и только зашел на канал, поясню. Это будет газовая горелка, которую можно будет использовать для розжига горна или для разогрева металлических деталей всевозможных, для закалки. Может быть даже можно будет что-то с её помощью плавить. Допустим, алюминий или свинец, сталь, навряд ли. Можно пропановой горелкой разогреть, так как там нужна гораздо более высокая температура. В этом видео я эту горелку соберу и проведу первые запуски. Запуски я делал раньше сборки, поэтому не удивляйтесь, если будут какие-то нестыковки. Просто для интересности решил вложить и эти кадры, чтобы вы увидели, какие были первые пуски и как всё это выглядело. Эту вещь можно будет накрутить в самый последний момент. А сейчас нужно собрать форсунку и вставить вентилятор в это отверстие. Также нужно будет всё это дело спаять. В общем, всё по порядку. Сделал такую вот прокладку, которая будет герметизировать вот это пространство. Сделал из толстой липкой ленты. Такая применяется для бронирования автомобилей. Вернее бронирование от мелких камушков. Просто так она называется бронеплёнка. Ничего более подходящего я у себя дома не нашел. Поэтому постараюсь выкрутиться таким вот образом. Она где-то три десятки толщиной. И должна будет неплохо герметизировать. Вот так её наклеить. При первых пусках я собирал наскоряк. Также электрику наскоряк собирал, чтобы просто чисто проверить о тех пусках, которые вы позже увидите. При запуске горелки и горении был слышен запах газа. Так как всё это дело просачивалось через неплотности, из-за этого решил загерметизировать. Ну и вообще по правилам нужно всё, что связано с газом неплохо герметизировать. Есть две форсунки. Одна с большим дуплом. Это будет первое видео испытание. Второй кадр будет с такой маленькой форсункой с многими отверстиями. Форсунки сменные. Вставляются вот сюда. В будущем я планирую сделать ещё более прикольные форсунки. С гораздо более мелкими отверстиями. Попытаюсь сделать в будущем форсунку с отверстиями диаметром 0,3 миллиметра. Но их будет очень-очень много. Здесь же диаметр 0,9 и 12 отверстий в сумме. В сумме дают довольно-таки немалую пропускную способность. Овальное отверстие я сделал для того, чтобы как раз такие форсунки можно было вставлять. Вставляем на свое место и завинчиваем винтиками. Так как здесь плоскостность очень хорошая, герметичность будет сто процентов. Затяжку желательно делать крест-накрест, чтобы не было перекосов. И подтяжка. Лучше делать подтяжки вот эти все ручным инструментом. Можно также этой отверткой и вручную подтягивать. Рука сама кнопку нажимает. Рефлекс какой-то уже выработался. Так, с этим все. Форсунка стоит на своем месте. Теперь в корпус нужно вставить вентилятор. Провода управления я обрезал. Буду управлять другим способом. Для тех, кто хочет приобрести себе такой же вентилятор, расскажу его параметры. Вентилятор диаметром 40 миллиметров. Уши я у него обточил. Здесь были уши крепления. Толщина у него около 30 миллиметров. Питается от 12 вольт. Ток 0,78 ампера. То есть 0,9 ампер практически. Практически 1 ампер он выдает. При этих характеристиках он имеет рабочие обороты. Около 14 тысяч оборотов в минуту. Название должно быть видно. Вот такое название у него. Вот модель TFB0412EHN. По этому названию вы можете его найти на Алиэкспрессе и приобрести. В прошлом подобном видео очень много мне задавали вопросов, где приобрести такие вентиляторы. Я не могу каждому давать ссылку. Каналу вредно, когда много ссылок на другие ресурсы. Сам youtube этого не любит. Поэтому приходится кое-что удалять. Хотя не хотелось бы. Надеюсь, сами сможете найти подобные интересные вещи. Сейчас вентилятор мы вставляем в отверстие. Воздух здесь входит, засасывается и выходит в это отверстие. С форсунки в разные стороны распыляется газ. И этот газ уносится в сторону выхлопной трубы горелки. Здесь для удобства доступа к вентилятору сделан обтекатель на резьбе. который закручивается и фиксирует его на своем месте. Здесь еще немного есть рабочего пространства. Вентилятор здесь не плотно сидит. Может перемещаться где-то на 0,5 сантиметра. Это пространство я оставил под возможные будущие нужды. Может какой-то спрямляющий аппарат или обтекатель здесь сделаю, чтобы лучше был напор воздуха. Идем далее. Проводки уже торчат. Далее их можно будет также загерметизировать или силиконом или еще чем-то, чтобы не выходил газ. Ну а пока нужно поставить вот такую приспособу. Это реобаз используется в компьютерах для регулировки частоты вращения вентилятора. Я так понимаю, здесь напряжение уменьшается или увеличивается за счет вращения вот этой вещью. Где такие брать я не знаю. По-моему в любом компьютерном магазине продаются. Мне его подарил папа, поэтому и использую, но не знаю где их покупать. Теперь нужно его прикрепить. Прикрепить, честно говоря, не знаю куда, потому что он довольно большой. Прикреплю с обратной стороны горелки. Здесь возможно поставлю какую-то рогатку, сделаю штатив, чтобы можно было регулировать угол наклона горелки. И соответственно пламени для удобства, если какие-то мелкие детали нагревать, чтобы не держать горелку в руках. Эту вещь я прикреплю самым обычным способом. Посажу на двойной скотч. Для этого срежу вот это ухо. Оно здесь ни к чему, тем более оно одно. Если бы их было два, можно было как-то присоединить, прикрутить на два винтика. Самый простейший способ это прилепить на двойной скотч. Поверхности необходимо хорошо обезжирить. Эту и эту. в этом баллоне находится обычный спирт. Завалялось некоторое количество автомобильного широкого двойного скотча. Вот на него я пожалуй и посажу сей девайс. Для тех, кто сомневается, возможно, поясню, что этот двойной скотч он держит очень жестко. И на жаре он не отлипает. И ни при каких условиях нужно будет еще постараться его оторвать, если такое желание возникнет. Так, проводки будут торчать вот в эту сторону. Никуда от проводков, к сожалению, не денешься. Но регулировать частоту вращения просто необходимо. Здесь прямо посерединке. И разомкнем цепь. Ну а теперь попробуем спаять. Тоненькое олово подзакончилось. Спаять буду матерым оловом. Теперь нужно собрать вот этот узел. Изначально тестировал с вот этим штуцером. Теперь можно все собрать воедино и использовать уплотнение. Для этого воспользуюсь фум-лентой. Наматывается плотно. Плотно, но достаточно свободно, чтобы не лопнула тонкая часть крана. Так будет достаточно. То же самое делаем с этой резьбой. Все нужно хорошо уплотнить. Ну и вот пробуем коннектить уже весь этот узел на вентиляторную часть горелки. Сейчас посмотрим, как оно будет выглядеть при закручивании уже основного сопла. Вот он и весь вид горелки. Горелка, можно сказать, полностью собрана. Перед началом проверки скажу пару слов о дальнейших модернизациях. Здесь нарезана резьба. Это позволяет вкручивать дополнительные куски трубы, выкручивать и вставлять вставки. Также вставки можно в принципе на этот конец насаживать. Можно сделать, если будет сильный нагрев из более жаростойкого металла. Потому что эта нержавейка неизвестна, жаростойкая она или нет. Скорее всего она не жаростойкая. Но все равно она более жаростойкая, чем обычное железо. Это по-любому. Далее, как я уже говорил, можно будет менять форсунки. Так как есть резьба, можно делать любые форсунки и все видоизменять. Горелки вещь такая непростая. Чтобы ее настроить, нужно некоторое время на модернизации. Нужно то-то сделать, то-то сделать. Ну а теперь переходим плавно к первому пуску горелки. Примерно с таким же клёром. Здесь было отверстие еще больше. Это малое отверстие. Было гораздо большее отверстие. Но тем не менее горелка работала. Первый запуск горелки. Так вот она пока что работает. По металлежиа. Покали. Покали. По металлежио. По металла. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Вот вы и посмотрели, как бубанит эта горелка. Надеюсь, вам понравилось такое экшн видео. А теперь посмотрим следующее видео. После того, как я сделал жиклер с маленькими отверстиями, горелка стала работать немножко лучше. Продолжение следует... Заканчивается газ, поэтому не могу всех возможностей пока показать. Вот так без вентилятора. Так с вентилятором. Ну и на закуску, думаю, стоит показать, как же работает регулятор оборотов. Возможно, на видео было не очень хорошо. Это видно. Сейчас я подключу к блоку питания на 12 вольт. И мы попробуем. Вентилятор уже работает. Вращением за рукоятку. Вот он как раз сейчас стоит на минималке. Можно добавлять. И убавлять. Вентилятор немного медленнее начинает вращаться. А сам поток рукой довольно-таки ощутимо уменьшается. Вот и всё, ребята. Горелку я вам показал. Это были ещё не испытания, а всего лишь сборка и первых два пуска этой горелки. Что будет дальше, увидите в следующих видео. Я с ней ещё не закончил. И буду продолжать модернизировать. Как и говорил ранее, сделаю кое-какие дополнения, чтобы горелка работала как положено. Кому видео было интересно, подписывайтесь на канал и ставьте лайки. Благодарю за внимание. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok